если вы смотрели одно из предыдущих видео в котором я делал брагу для грушевой водки то вот это вот как раз его продолжение если не смотрели то ссылку на видео как сделать брагу для грушевой водки я размещу в описании этого видео ну и напомню в двух словах значит делая брагу двух видов одно с добавлением сахара вторую без добавления сахара и сейчас я хочу показать как эту брагу перегнать в принципе я прочит предпочитаю ну не двойную дробную перегонку а одноразовую дистилляцию я обычно делаю очень медленно покапельно занимает у меня это очень много времени то есть 25 литров браги у меня обычно я вот таких вот емкостях делаю обычно занимает где-то 10 11 часов перегонка очень медленно и получаю качественный дистиллят но тут немножко другая ситуация я делал две браги они разные поэтому я буду делать дробную перегонку то есть первый раз я сделаю перегонку отберу по 100 миллилитров 25 литров браги я отберу по 100 миллилитров головы и покажу после этого после этого буду наверное перегонять до градусов 25-20 в струе вот и покажу разницу сколько получилось спирта сердца с и добавлением сахара и сколько без добавления сахара также оценю его вкусовые качества а потом уже подготовлю грубо говоря вторую перегонку я сделаю непосредственно для того чтобы получить готовый продукт то есть буду отделять и головы и хвосты и готовый продукт уже поставлю в бочку на выдержку я думаю где-то на год расскажу как можно ускорить этот процесс с помощью дубовой щепы или дубовых чипсов обожженных ну в общем расскажу все нюансы и так начнем друзья с нашей браги вот первая брага у нас груша без сахара значит бродила эта груша 10 дней то есть поставил я ее 17 09 сегодня 27 09 она полностью закончила бродить еще денечек вот и что у нас получилось груша хорошо пахнет попробуем на вкус совершенно не осталось сахара совершенно не осталось сахара по вкусу и сама брага то есть груша осела на дно вот и сама брага такая достаточно светлая имеет цвет компота но все равно если у вас есть паровой котел то можно прям при переливать паровой котел и начинать первую перегонку у меня парового котла нету необычный самогонный аппарат стенам поэтому мне надо немножко поиграться в первую очередь не надо получить чистую брагу то есть отфильтровать ее я использую вот эту вот часть от виноградного пресса сам пресс не использую сюда вкладываю у меня вот такой вот половина мешка в качестве фильтра это делаю для того чтобы остатки но в любом случае я не буду сейчас отсаживать и у меня там будут кусочки груши косточки какие-то это все в перегонном кубе не нужно почему потому что она естественно пригорит вот и я использую вот такой вот фильтр чтобы отсадить его в первую очередь будем перегонять брагу без сахара вот я уже начинаю черпать сюда уже попадают кусочки груши то есть слить ее с этого осадка не получится лучше всего профильтровать вот так вот через мешок пока фильтруется брага без сахара то есть я полностью все вот сюда вот выгрузил вместе со всем жмыхом и она будете самотеком стекать откроем 2 2 родильную емкость здесь брага которая на сахаре по цвету она такая же попробуем на вкус он совершенно не сладкая то есть тоже она полностью выбродила но и бы я иногда оставляю на бренда брожение и на две недели и на три недели брагу то есть я оставляю до того как у меня полностью прекратятся выделение углекислоты то есть когда дрожжи полностью отработают чтобы брага вы выбродила выбродила нас нас ухода здесь я оставил 17 09 27 09 я отметил себе что пузырьки перестали выделяться после этого постою подождал еще два дня ну и собственно говоря пузырьков больше не было уровень жидкости гидрозатворе выровнялся значит процессы брожения остановились ну и собственно говоря по поводу перегонки то есть есть много разных методов сейчас есть очень много заморочек очень много ну интересных советов наверняка например наверняка все знают про изопропиловые спирты или так называемые языки их еще называют что с ними надо бороться что они портят продукт особенно зерновой продукт ну в общем теории очень много на самом деле но все-таки я друзья предпочитаю классическую одинарную перегонку без всяких дробных перегонок одинарная перегонка очень медленно очень медленно буквально по капельно я допустим отбираю с этой емкости 100 грамм голов отбирают это в течение двух часов и потом где-то в течение 6 7 часов я отбираю тело то есть очень очень медленно но конечно у меня для этого регулятор мощности тена регулятор напряжения который позволяет мне выставить допустим у меня записаны в дневнике все температуры и напряжение которое соответствует этой температуре то есть я допустим выставляю напряжение 155 вольт на 2 киловаттный тэн и у меня получается температура рост температуры пол градуса в час и вот с таким вот с такой динамикой я перегоняю продукт продукт получается великолепный но сейчас делаем двойную перегонку в любом случае по поводу из-за пропиловых спиртов не знаю честно говоря мне кажется что это уже такие очень очень излишние заморочки то есть да хочется получить хороший продукт хочется получить классический продукт но в том-то и дело что классическая дистилляция она именно предусматривает либо качественную одноразовую дистилляцию либо же ну в крайнем случае дробную дистилляцию ну вот сделаем таким образом первый раз сделаем дистилляцию отберем только головы и будем будем продолжать процесс перегонки наверное даже до 15 градусов струя то есть практически до суха выгоним брагу одну вторую попробуем одну вторую а потом уже все это смешаем разбавим водой тоже отберем головы и сделаем готовые уже готовую грушевую водку и так первую брагу я поместил сразу же отфильтровал в куб а вторую сейчас отфильтрую бродильную емкость чтобы два раза не ставите что говорится чтобы два раза не мыть фильтр и оставлю ее на завтра а этой мы сейчас набрал пробирочку ориометр помещаем брагу и видим где-то 025 то есть одно деление здесь получается 5 2 с половиной значит одно деление это пол процента где-то пол процента сахара у меня осталось но ближе к нулю все-таки ближе к нулю видно видно не видно выбродила в общем практически полностью вот 0 если видно на камере опускаем и одно деление пол процента сахара осталось браги то есть за 10 дней она выбрать дела практически полностью ну и перельем брагу которая у нас добавлением сахара было переливаю буду перегонять завтра просто переливаю емкость очень вкусно пахнет аромат не знаю грушевого вина или грушевой наливки очень классный кстати вот это вот которая с сахаром почему-то она светлее более прозрачная может потому что больше спирта в общем друзья сейчас ее тоже перелим от фильтрую полностью от жмыха и займемся процессом перегонки вот я заметил что сахарная брага при переливании все-таки немножко еще пенится странно хотя углекислота не выделялась вообще так вот хочу сказать если ну вдруг не втерпешь и вы не дождались того что брага полностью выбродит ну допустим у вас там один пузырек еще в полчаса выделяется перед тем как ставить продукт на перегонку надо его хорошенько перемешать я использую для этого строительный миксер с дрелью для того чтобы освободить всю углекислоту которая осталась браги она нам в процессе перегонки совершенно не нужна друзья вот я сейчас ее переливаю как бы она льется тоже видно что немножко пенится поэтому я возьму вот такое вот приспособление к строительному миксеру и хорошенько ее размешаю чтобы выпустить всю углекислоту ну естественно ее на дрель надену и буду перемешивать потому что меня смущает что она немножко пенится подготовил я свой самый обычный самый простой дистиллятор то есть он состоит из куба сухопарника у меня сюда заложены нарезанные медные кольца и холодильника все больше ничего здесь нету термометр в кубе нужен нам для контроля ну естественно гусак для того чтобы контролировать контролировать спиртуозность струе и первое что нам надо сделать ну естественно как вы все знаете отобрать головы отбирать я буду а значит смотрите повторю вторая емкость я вторую брагу перелил во вторую емкость то есть из 25 литров браги у меня получилось 20 литров уже чистой отфильтрованной браги за счет того что реально получается 5 литров объема занимали занимал жмых от грушки вот отбирать я буду где-то 80 грамм голов причем значит делаем как я сейчас включаю максимальный нагрев устанавливаю температуру ну естественно максимальную 220 вольт и довожу до температуры в кубе 87 градусов когда температура в кубе поднимется до 87 градусов я уменьшаю нагрев до минимума то есть на 88 градусах у меня начнут капать первые капли голов и голову я буду отбирать очень медленно то есть голову я буду отбирать по капель на где-то ну порядка 10 капель в минуту вот такой вот скоростью после того как я отберу 80 грамм голов после этого я уже увеличу нагрев сделаю сам процесс перегонки быстрее и отберу свое основное пищевое тело но не пищевое тело в данном случае спирт сырец друзья и так сейчас мы нагреваем куб до 87 градусов уменьшаем нагрев для минимум до минимума и начинаем отбирать головы вот друзья температура в кубе поднялась до 108 80 до 88 градусов и как видите капает первые капли голов капает час очень быстро я уменьшу еще напряжение мне надо чтобы они собирались минимум час 155 150 вольт ставим ну сейчас будет немножко помедленней то есть уже много много накапала и немножко прогавил отошел еще надо уменьшить вот где-то надо 10 капель в минуту чтобы чтобы именно легколетучие фракции в первую очередь испарялись попробуем 145 еще быстро еще быстро капает очень плохо что я этот процесс упустил надо над ним стоять 140 вольт уже температура подскочила до 89 в общем немножко пропустил я момент на следующий покажу ну на следующем перегоне вот это еще быстро сейчас еще быстро 130 вольт попробуем конечно куб немножко инертный то есть продолжает набегать в общем буду отбирать так как уже грамм 25 у меня отобралась быстро буду отбирать 100 грамм голов вот так вот очень медленно по капель на сейчас добьюсь того чтобы у меня все-таки получилось 10 капель в минуту видео процесс потихонечку замедляется и таким образом буду отбирать головы вот у нас отобралось 100 грамм голов и будем отбирать спирт средств друзья если вы делаете одну дистилляцию значит голов надо отбирать больше то есть я беру сейчас пять процентов от ожидаемого выхода ой вернее два с половиной процента от ожидаемого выхода готового продукта при первой перегонки и при 2 буду брать также если мы делаем одну дистилляцию тогда надо брать минимум пять процентов то есть если мы ожидаем получить где-то 4 литра готового продукта значит нам надо отобрать 200 миллилитров голов и как проверять закончен процесс или нет берем на палец капаем растираем и нюхаем нету ли запаха ацетона сейчас кстати запах ацетона уже нету присутствует сладковатый запах грушки таким образом я немножко увеличиваю мощность чтобы у меня увеличилась быстрота отбора я думаю так чтобы тоненькой струечкой текло и начинаю отбирать спирт сырец отбираю его я еще подумаю прямое решение либо до 20 либо до 15 градусов струе то есть но практически практично не досуха конечно но практически досуха потому что терять как бы оставлять хвосты при первой перегонки совершенно не обязательно вот таким вот образом и по результатам покажу вам что у меня получилось где-то четыре с половиной литров спирта сырца общей спиртуозностью вот это одна баночка и вот эта вторая баночка я его только что перемешал померил содержание спирта получилось спиртуозность 40 градусов ну как бы не очень много обычно я вот рассчитываю сахарной браги что 6 литров получится ну собственно говоря это и закономерно хотя сливовый грушевый сироп был достаточно сладкий но все равно вот получилось сколько получилось сейчас уже в струе у меня поток 10 10 градусов спиртуозности я на этом отбор завершаю то есть остальное все что останется в кубе я уже не буду дожимать оттуда хвосты как бы все что останется в кубе уже вылью просто да и все а завтра с утра начну перегон 2 порции грушевой водки которая на сахаре после этого друзья но я опять же таки покажу все я же сегодня отфильтровал она у меня готова мне собственно говоря сполоснуть куб надо и заправить заправить туда брагу и начать перегонять после того как я сделаю оба оба сердца скажем так ну будем называть ее продуктом оба продукта я его продегустирую раз ну во первых мы посмотрим разницу по количеству насколько больше получилось на сахаре сравним вкус я расскажу свои впечатления свои ощущения и потом уже будем перегонять на готовый продукт на готовую грушевую водку сейчас получилось ну вот эта вот штука она имеет 40 градусов как бы мне на запах очень нравится такой свежий свежий грушевый аромат ну на самом деле круто я думаю что я с удовольствием продегустирую я даже в таком виде пока она является фактически спиртом сырцом как видите совершенно ну что вот это вот что вот эта фракция что вот эта фракция но здесь уже конечно немножко чуть-чуть помутнение есть но опять же я же говорю сейчас уже идет струя где-то идет ну меньше чем 10 наверное около пяти около пяти градусов вот то есть она это уже сивушные масла отходят как бы это уже фактически хвосты интересно как она на запах да нет это уже наверно все таки вода это уже вода но как видите совершенно не мутная нету характерного сивушного цвета на запах сейчас проверю запаха тоже совершенно сивушного нету пахнет только грушами причем пахнет классно свежей грушей ну собственно говоря продукт 1 получен я на него вешаю стикер который у меня висел на бродильной емкости завтра получу продукт 2 туда куда я добавил три килограмма сахара вот не помню три или два с половиной добавлял посмотрю по своим записям по дневнику сравним качество сравним количество сделаем выводы и будем делать уже готовый пищевой продукт друзья до завтра перегоним грушу с сахаром то есть ставили мы ее в такое же время поставим я ее 17 0 9 закончила она бродить то есть прекратилось выделить выделение углекислоты 27 0 9 я ее вчера отсыдил как вы помните и сейчас переливаю надо купить большую лейку потому что ковшиком так очень неудобно переливать мне точно такое же как и вчера 20 то есть всего ее было 25 литров 5 литров ушло вместе с жмыхом и получилось 20 литров в это брагу я добавлял три килограмма сахара и забыл прокладку и интересно самому интересно какую разницу в результате мы получим одна и та же груша одно и то же количество одно и то же количество одних и тех же дрожжей как вы помните если не помните посмотрите видео как я готовил брагу вот и собственно говоря этот эксперимент направлен на то чтобы увидеть разницу в результате аппарат украинского производителя спирта колонна харьков когда покупал у них все было на фланцах и теперь я привязан фланцам причем у меня есть и укрепительная колонна с дефлегматором и ректиф ректификационная колонна со спирально-призматической насадкой они щас взяли и перешли на кламповое соединение конечно это хорошо но теперь теперь мне сложно модернизировать мой аппарат достаточно и начали выпускать тарелочную колонну подумываю купить себе тарелочную колонну пока пользуюсь спином ну собственно говоря аппарат у нас собран и друзья сейчас включим нагрев нагреваем до 87 градусов в кубе и после этого начинаем также отбор голов будем отбирать 100 грамм голов так как это у нас первая возгонка будет еще вторая 100 граммов будет достаточно включаем нагрев на максимум и ждем пока закапают первые головы температура в кубе подходит к 87 градусов и я уменьшил нагрев то есть но тен я сейчас подаю 150 вольт чтобы не было разгона чтобы дальнейший нагрев происходил очень плавно чтобы на температуру 88 градусов именно при как такой температуре у меня начинает начинают первые капли голов выходить я добился по капельного отбора чтобы отбирать очень медленно ну и вот сейчас 87 с половиной еще ничего нету но как бы буквально там пол градуса градус 2-3 минуты нагреве я сейчас уменьшил и как бы будет происходить немножко медленнее две-три минуты и начнут начнут первые головы как бы уже который достигла 88 с половиной градусов и первые капли голов пошли и вот так вот надо сейчас уменьшить нагрев до минимума чтобы головы отбирались очень медленно ну во-первых чтобы туда не попадала пищевая фракция и во-вторых чтобы вот при такой температуре то есть температуру фактически зафиксировать добиться того чтобы у нас было повышение температуры один градус где-то в час сейчас еще уменьшу нагрев вот это уже капает быстро и отбираем 100 грамм голов друзья отобрал я 100 грамм голов друзья и вот могу продемонстрировать спиртуозность где-то около 80 80 градусов чуть меньше если по низ нему мениску брать 79 градусов наверно и начинаем отбирать пищевую фракцию если бы делаем одну перегонку тогда голов надо отбирать больше надо отбирать их не 100 грамм а 200 и основной основной тест это органолептический то есть берем вот так вот продукт растираем нюхаем он не должен пахнуть ацетоном то есть не должно быть характерного запаха ацетона тогда мы можем понимать что уже как бы практически большинство там вредных веществ мы отобрали и можем отбирать пищевую фракцию но так как я делаю двойную дробную перегонку соответственно особо не заморачиваясь отобрал 100 грамм нова час вот как бы запаха ацетона уже практически нету ну его вообще нету больше все-таки пахнет фруктами пахнет свежей грушей причем вот тут у водку которая сделал вчера она тоже пахнет свежей грушей но вот этой вот мне запах как-то больше нравится ну я надеюсь что и продукта получится больше а вкус друзья вечером я закончу перегонку как бы отберу весь спирт сырец и собственно говоря произведем пробу и посмотрим какие отличия какие отличия между между тем сырцом которые мы делали без сахара и тем которые делали сахаром теперь нагрев можно немножко увеличить но желательно чтобы все таки я предпочитаю медленный отбор желательно чтоб температура у нас не подымалась больше чем на один градус час ну максимум полтора но если вы хотите быстро при первой перегонке в принципе можно и быстро отобрать отбираем мы до 15 градусов спиртуозности в струе вот и как только закончим отбор и я сразу же вернусь и собственно говоря начнем тестировать друзья ну в первую очередь количество и во вторую очередь качество ну вот друзья докапывает вторая баночка то есть получилось 6 литров сырца сейчас померяем какой он спиртуозности я только что его перемешал в общем сейчас подыму температуру отожму еще хвостовые фракции 50 градусов здесь получилось 6 литров сырца спиртуозностью 50 градусов очень круто ну вот это вот три килограмма сахара дали свой эффект в струе сейчас у меня получается 15 где-то градусов я еще дожму хвостов немножко и пробовать сегодня не буду единственное что понюхаю завтра с утра за руль это с добавлением сахара больше конечно пахнет водкой это без добавления сахара больше пахнет грушей ну в общем друзья завтра будем перегонять все его перегонять я уже буду его все смешивать но до этого я проведу дегустацию и расскажу как сделать вторую перегонку как правильно смешать и как сделать вторую перегонку ну в общем на сегодня все как бы факт есть вот эти вот две банки это то что мы получили без сахара но тут на мой взгляд где-то четыре с половиной литра спиртуозностью 40 40 процентов спирта и вот первая банка и вот вторая банка это то что с добавлением 3 килограммов сахара те же груши получилось 6 литров спиртуозностью 50 50 процентов спирта в общем на сегодня все завтра продолжим ну продегустируем продегустируем наш так сказать спирт сырец и закончим уже приготовление грушевой водки итак друзья как я уже говорил на выходе мы получили 6 литров из грушевой браги с сахаром 6 литров спирта сердца спиртуозностью 50 процентов и 5 литров из браги без сахара 5 литров спирта сердца спиртозностью 40 процентов то есть я отобрал головы потом отогнал практически до 10 градусов струе до 15 может но в 10-15 может 12 вот так вот и потом все перемешал значит сейчас попробую расскажу о своих ощущениях стаканчик был такой военный вот и самому интересно как бы самому интересно что получилось потому что по по запаху по органолептике конечно значительно вкуснее пахнет тот сырец который без без сахара делался очень часто меня ругают теоретики в комментариях за мои методы за то что я не приветствую всякие новомодные течения типа метода габриэля тройные перегонки не могу сказать что я вообще их не приветствую дело в том что мой покойный отец был главным инженером начале пивзавода потом спиртзавода в косарях ну косарский спиртзавод и я за свою сознательную жизнь мне 42 года государственные водки именно украинской то есть за границей конечно много спиртных напитков промышленного производства дегустировал а вот именно в украине по пальцам двух рук можно пересчитать те случаи когда я пил действительно государственную водку я наверно все таки больше практик чем теоретики а конечно предпочитаю одну перегонку но очень медленную считаю искренне что это правильно но мы делаем двойную перегонку поэтому как бы о том что у нас получилось первое это без грушевая брага без добавления сахара на культурных дрожжах очень приятный фруктовый аромат не тут 40 градусов классная водка очень классная немножко все-таки голов надо было больше отобрать но все равно сейчас есть 2 перегонка то есть я уже говорил если передел одну перегонку я бы отбирал бы больше голов вот но конечно запах запах и вкус немножко сладковатая и вот этот запах груш очень вкусный и та которая на сахарной браги с добавлением то есть на емкость 20 на 25 литров браги грубо говоря добавлял 3 килограмма сахара это больше пахнет все-таки водкой то есть там пахнет фруктовым бренде это больше пахнет водкой крепче конечно но все равно вкус груш чувствуется вкус груш чувствуется чувствуется хорошо ну и собственно говоря я думаю что на выходе мы таки получим хороший фруктовый бренде друзья ну да наверное должен сказать что бы рекомендовал то есть если бы я делал для себя вернее так не так когда я делаю для себя я добавляю сахар я добавляю сахар получаю больше продукта и получаю в то же время органолептику фруктовой но в данном случае грушова бренде я делал для того чтобы показать разницу во первых ну в объеме то есть мы понимаем если здесь четыре с половиной литра спиртуозностью 40 градусов здесь 6 литров спиртуозностью 50 градусов значит это получится примерно 7 литров 7 и 4 с половиной два с половиной литра дополнительно мы получили за счет добавления сахара но это совершенно естественно что мы делаем дальше переливаем весь наш средств перегонный пункт для того чтобы получить уже окончательно наш фруктовый бренде стикера мне уже не нужны будут хорошо люблю я кстати водку даже на запах и вот так вот если нюхаю водку меня передергивает просто а это замечательно пахнет замечательный фруктовый аромат и сейчас начнем перегонять значит здесь 6 10 литров 10 литров спиртозность у 40 градусов добавлю сюда потерял микрофон вроде бы вроде бы пригубил только уже микрофон и теряю и добавлю сюда друзья такое же количество воды то есть тоже 10 литров я подготовил водичку начали ковшиком чтобы не разлить добавляем 10 10 литров сердца добавляем 10 литров воды и начинаем нагрев нагреваем до температуры 88 градусов кубе то есть я включаю максимальный нагрев пока не наберется ну грубо говоря 85 градусов потом уменьшаю нагрев до минимума и по инерции уже куб разгоняется до 88 градусов подождем пока я сейчас установлю аппарат то есть сухопарник холодильник все соберу подключу начну нагрев и вернусь к вам при достижении температуры в кубе 88 градусов когда мы начнем отбирать головы уже готового напитка готового фруктового бренди друзья друзья закапали первые капельки дисселлята и начнем отбирать головы наша задача головы отбирать очень медленно у меня электрический тэн и точная регулировка напряжения я сейчас напряжение уменьшил до 130 вольт чтобы нагрев происходил очень медленно где-то может на 1 градус в час то есть сейчас вот куб кубе 89 градусов у меня получается и вот с таким вот минимальным нагревом отберем из 20 литров нашего сердца 200 миллилитров голов а после этого начнем отбирать тело тоже очень рекомендую тело отбирать не спеша мебель медленно конечно идеально это делать по капельно но по капельно это очень долго поэтому ну хотя бы тоненькой тоненькой струечкой чтобы не такая струйка толщиной со спичку текла желательно конечно потоньше чем медленнее мы отбираем пищевую фракцию тем качественнее у нас получится в результате наш бренди друзьям и так отбираем 200 миллилитров голов после этого начинаем отбирать тело я покажу и потом несколько слов скажу о уже окончательной при готов окончательном приготовлении фруктового бренда 200 миллилитров голов проверим то что у нас сейчас копает на органолептику для этого копаем на палец растираем и нюхаем не должно быть запаха ацетона сейчас отличный результат есть грушевый запах хороший такой пахнет уже дюшевской и друзья теперь собственно говоря отбираем пищевую фракцию немножко поднял я напряжение 140 вольт у меня вот таким вот образом напряжение будет повышаться где-то на полтора градуса в час при таком повышении то и сейчас у нас 90 градусов значит если полтора градусов в час то 96 97 градусов кубе мы достигнем через получается четыре часа правильно вот четыре часа будет отбираться наша головная фракция померяем на спиртуозность головы что мы тут имеем 80 градусов 80 градусов 79 может быть и вот кстати еще один момент если начать быстро нагревать то спиртуозность будет очень быстро очень быстро падать медленный нагрев дает нам возможность отобрать более качественно и более точно именно пищевой спирт ну собственно говоря при этом сохранить органолептику то есть сохранить вкус грушевый который у нас остался и главное запах вот этот дюшесный прекрасный запах будет отличная фруктовая бренди итак друзья я отбираю пищевую фракцию потом покажу сколько я ее отобрал какой спиртуозностью и собственно говоря поговорим о выдержке бренди спиртуозность струя упала до 35 градусов и на этом я прекращаю отбор пищевой фракции сейчас включу нагрев до максимума и отберу хвосты хвосты у меня пойдут какой-то другой перегон получилось у меня друзья 5 литров чудесного дистиллята спиртуозностью 50 градусов в принципе можно было еще отобрать до 30 градусов но я не стал отбирать потому что я вот его все перемешал померил спиртометром общая как бы итоговая спиртуозность получилось 50 градусов 50 процентов что с ним дальше делать значит первый вариант это непосредственно сразу же употреблять пищу берем берем фильтрованную воду разводим до нужной спиртуозности и как бы пьем при этом не забываем что надо лить дистиллят в воду а не наоборот то есть наоборот нельзя потому что помутнеет какие-то процессы происходит я точно химию процесса одну как бы процессы которые происходят точно не знаю вот но я знаю четко что если взять сюда сейчас налить воды то дистиллят помутнеет поэтому надо лить дистиллят воду второй вариант на пути фруктовому бренде это настоять на дубовой щепе есть вот такая вот дубовая щепа она продается в магазинах для самогонщиков берем трехлитровую банку закидываем туда нужное количество щепы обычно это где-то 10-15 грамм на трехлитровую банку но все зависит щепа бывает естественно разной степени прожарки это сильно прожаренная бывает средне прожаренная слабо от этого зависит цвет напитка и немножко зависит вкус оставляем на дубовой щепе на месяц настаиваться то есть на выдержку этот месяц соответствует примерно там полгода может даже чуть больше выдержки в бочке что надо делать в течение этого месяца надо несколько раз перемешать и несколько раз дистиллят про аэрировать то есть берем обычный компрессор для аквариума с камешком ну вот как как рыбкам пузырьки воздуха аэрируется помещаем его в банку и и и аэрируем это нужно для того чтобы окислялся алкоголь должен окисляться вот он когда в бочке когда бочки выдерживается то происходит процесс окисления потому что бочка пористая и алкоголь вступает в контакт с воздухом то есть происходит обмен какой-то там обмен происходит как бы часть алкоголя улетучивается часть спиртов улетучивается так называемая доля ангелов и в то же время какой-то кислород попадает в бочку и происходит окисление также как вы знаете допустим даже дорогие сорта виски их после открытия бутылки нельзя пить сразу надо им дать отдохнуть в широком бокале чтобы напиток немножко окислился и третий вариант вот у меня в бочке здесь годовалый годовалый абрикосовый бренди не выдержал я его завтра солью и вот этот вот дистиллят спиртозностью 50 градусов помещу в бочку как раз через год я получу 40 градусный напиток собственно говоря друзья это вся информация практически которая хотел с вами подделиться по поводу приготовления фруктового бренди из груши или грушевой водки что касается хвостовых фракций хвостовые фракции я не выливаю ни в коем случае я их отбираю до суха до нуля и потом когда делаю обычную сахарную водку или сахарный самогон при перегонке эти хвостовые фракции добавляют сахарный самогон хвостовых фракциях много сивушных масел и они придают какой-то приятный приятный запах приятый аромат обычному сахарному самогону ну наверное наверное ничего не забыл ничем не забыл поделиться наверно все сказал следующим этапом будем перегонять сливовую водку ну или сливовицу тоже покажу расскажу буду перегонять другим методом буду использовать пустую царгу 50 сантиметровую дефлегматор и холодильник то есть это мы делали с помощью обычного самогонного аппарата а сливовицу буду делать помню как бы использовать пустую царгу и дефлегматор на этом друзья все надеюсь что видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока